Последний доклад на сегодня, он будет на тему электронного правительства, или я не знаю как правильно. Электронной хунты. Да, электронная хунта, электрохунта. Встречайте докладчика Ростислав. Прошу. Спасибо, очень рад оказаться на этой конфе. Я на самом деле давно видел большое и события при этом полная фана. Привык уже, что большие конференции это деньги просто, спонсоры просто, реклама друг друга и никакой технической информации. Мне очень приятно, классная конфа у вас. Спасибо. Итак, сегодня я вам попытаюсь быстро рассказать о том, что такое электронные услуги, электронное правительство, электронная демократия. Как это сейчас делается в Украине, какие проблемы, решения, специфика Харькова, ситуация в других городах, что происходит в проекте, в котором участвую я, что я там делал и как поучаствовать. Перейдем к главному. Итак, приблизимся к тому, о чем я буду рассказывать. Это iGov.org.ua. В основном я буду говорить о нем. Вы можете зайти уже на этот домен и узнать, что там есть, какие услуги. Там сейчас около 40 услуг переведены в электронный вид, но с большими-большими нюансами, о которых, конечно, речь пойдет дальше. Немного о себе. Я фронт-энд-разработчик, UX-ер и IT-волонтером себя также считаю. Что такое iGov.org.ua? Это на данный момент самый развитой проект в Украине. Если у вас будут другие примеры, вы, пожалуйста, мне скажите. Пока что я не видел ничего более продвинутого и интересного с точки зрения разработки и развития этого проекта дальнейшего. Итак, в чем главная задача этого ресурса? Это перевод услуг административных в электронный вид. Услуги бывают государственного уровня. И тут пример. Вы можете зайти и узнать, что это. На сайте все услуги имеют номер и определенную URL-структуру, по которой можно их восстанавливать. Есть областные услуги и городские. И вот, знаете, одно из самых первых открытий, которое я сделал для себя. В этом проекте есть файл, где хранятся описания всех услуг, в том числе, где они доступны. И оказывается, что здесь вообще ситуация просто как голландский сыр. У вас нет никакой системы в том, почему какая-то услуга доступна в областной администрации, но при этом почему-то недоступна в городе. Или почему она доступна в городе, но недоступна в области. Или почему она доступна в этой области только на уровне области. А в той области доступна только на уровне города. А в третьей области доступна и на уровне города, и на уровне области. Попытка привести это в порядок является одной из задач проекта. Итак, что происходит вообще? Как мы привыкли пользоваться государственными услугами? Вы привыкли пользоваться государственными услугами? Вот смотрите, вот сейчас так надо пользоваться. Идите, изучайте закон, узнавайте, какой орган должен предоставить вам услугу. Идите в этот орган, задавайте вопрос, и у вас пошли дальше. Я являюсь адептом UCD, который называется User Centered Design. И то, что у нас есть, окружающая нас реальность, это нарушение UCD на каждом шагу. Мы, как юзеры, не можем пользоваться нормально государством, и на всех уровнях это происходит. От городских, до областных, до общегосударственных. Поэтому, конечно, первое, что должно быть, это хотя бы легкий поиск этих услуг на портале. Сейчас покажу, как это происходит. Секундочку. Вот на портале iGo.org.ua есть просто строка поиска. Вы сюда вводите запрос, и выпадает список. Вот этот список уже выпал, который говорит, вот, пожалуйста, регистрация авто с пробегом в МРЭО. То есть, знаете, это так привычно для нас, для айтишников. Просто ввел запрос и узнал результат. А теперь представьте себе, какая дистанция между нами и остальным миром, где люди привыкли, что все сделано плохо, неправильно, что все медленно, вообще ничего не работает. И они просто не надеются уже, что это заработает. И, конечно, переломить эту ситуацию, это еще один из вызовов. Объяснить, что все может быть легко, как в фотошопе. Или хотя бы как в Гугле. Да, требуй большего. Сейчас вот на сайте iGo есть такие услуги. Это не полный список, это просто те, которые самые востребованные. Субсидии, получение всяких документов, связанных. Нет, не документов. Вы идете и заполняете форму. И сразу указываете там все. Площадь жилища, количество людей, которые проживают, количество людей, которые проживают, но не получают зарплату, дополнительные услуги, платить или вызовы из мусора, и за воду, за горячую, за холодную, за газ и так далее и тому подобное. Просто одну форму заполнили и отправили, а орган обработает. То есть как должно быть? А пока что, конечно, не так. Но тут один интересный момент. Я однажды съездил и узнал, как работает сейчас услуга выдачи субсидий в реальности. В реальности все произошло вот так. Кабинет министра разработал три классные формы. Две даже классные формы и одну инструкцию к ним. И они разослали это всем потребителям газа, электричества. Я видел эти документы, там сказано, заполните эти формы, отнесите их куда нужно и все. И больше ни о чем не думайте. А потом я узнал, что на самом деле эти формы никто не принимает. То есть местные чиновники, они просто не знают эту процедуру. То есть в кабинете министра что-то придумали. А на местах человек, который должен сделать что-либо, он не изучает всю документацию. И это невозможно на самом деле. Он просто делает так, как скажет начальник сделать. Да. Я когда работал в поиск культуре, хочу сказать, что не человек, не знаю, он изучает законы. Просто есть определенный порядок отдачи этих данных. И министерство разработало, но при этом, как эти данные отдать наверх, это никто не придумал. И с того, что это с этим мы должны принести. Это одна из причин, по которой вмешательство извне в эту систему является необходимым, чтобы довести ее до работающего состояния. То есть понимаете, они не потому это не делают, что они плохие люди. Просто они действительно не понимают, как обеспечить работу этого формуляра, который, ну, заполненной формы, что с ней дальше делать. Поэтому они говорят вам, идите к электрикам, идите к газовщикам, везде получайте справки и так далее, как обычно. Наша задача сделать не как обычно, а чтобы невозможно было обойти правильную процедуру. Для этого процедура должна быть доступна только в одном месте. Например, на портале электронных услуг. То есть понимаете, когда у вас есть выбор поступить так, как вы привыкли, или поступить правильно, вы будете выбирать. А когда у вас нет выбора, то вы сделаете так, как правильно. То есть у вас нет выбора. Вы чиновники, и вам все заявки приходят в электронном виде через портал. Нет никакого контакта с человеком. Вы не можете сказать ему, извини, твои данные неправильные. Потому что данные уже поступили в систему, они открытые, и любой может убедиться в том, что они поступили, заявка подана, и такой-то чиновник ее почему-то не обрабатывает. И задать вопрос. Это одна из главных причин, почему нам необходимо переводить все услуги в электронный вид. Потому что только полная публичность этого процесса, обеспечиваемая с помощью электронного сервиса, дает нам гарантию того, что это будет сделано правильно. Все остальные способы, я считаю, ненадежными. Теперь немножко о том, какие существуют технологии. Чтобы авторизоваться, гражданину нужно подтвердить свою личность. Сейчас есть три основные технологии, которые инновационная, отмирающая и рождающаяся. Вот Киевстар предложил недавно. Бэнк-Идеи – это когда вы говорите, я через свой банк захожу. Ничего-ничего. Корпоративная политика безопасности. То есть авторизация через банк, авторизация через электронную подпись, которая в Украине не работает, потому что продумано неправильно, у нее нет даты подписи. То есть ваша подпись не годится для документов, которые имеют срок, определенные действия. Можно немножко подробно, как это заходишь через банк? Ты заходишь на сайт своего банка, вводишь там мобильный номер, пароль. То есть твой банк проверяет, кто ты. То есть когда у тебя там уже есть счет, то ты… Например, да. Ты клиент какого-то банка, и твой банк говорит, это мой клиент, он зашел через мой интерфейс, я ему доверяю, вы доверяете мне. Поэтому считайте, что он авторизовался правильно. У меня ID через банк. ID через банк. Bank ID. Mobile ID – это когда вы заходите как клиент мобильной сети. Да. Был такая ситуация, что чиновник не должен стать в том, что, допустим, и было бы очень сложно, если было бы так, как это было. Когда если тебя, конечно, как там, ну, ключа, по которому не авторизируется, но никто не знает, что это именно в том. Тогда человек думал, что это именно в том, что это не авторизируется, но, как ты говоришь, вот, ну, пришел в прокуратуру на полицию, в милицию, и, соответственно, не знает, и бывает в некоторых населениях. Или не то самое с того. Давайте сейчас не будем дискутировать. Я хочу только отметить, это действительно случай, который имеет право на существование, и это тоже должно быть разработано. Я не уверен, может быть, сейчас это уже разрабатывается или где-то на подходе к… Это идея, это есть, может, как-то человек, Павел Гравченко, он делал, получается, коррупция двумя у нас была. Приложение такое, что человек не подписывал, и анонимность. Понимаешь, в чем проблема с анонимностью? Как ты проверишь, что эти анонимы были реальными? Я могу тебе нагенерировать анонимных подписей и сказать, вот, миллион людей проголосовали, чтобы вас расстреляли. В этом проблема. Отвечай за свои слова. Я понимаю тебя, потому что, когда ты хочешь пожаловаться на прокурора, то ты думаешь, конечно, завтра ко мне придут и разберутся, и поэтому ты не жалуешься. Но, на самом деле, пока мы не научимся жаловаться на прокурора открыто, у нас все-таки прокуроры и будут, и суды. Тут нет хакерского пути, на самом деле. Анонимность в каком-то виде нужна, но не в этом вот конкретно, но нужна. Тем не менее, продолжаем. Некоторые города, которые внедряют Айгов, они здесь перечислены. И интересно, вот недавно я узнал, что Кузнецовск, есть такой город, он вырвался в лидеры. Там максимальная концентрация услуг и скорость их предоставления. В чем проблема? Проблема как раз в том, чтобы заставить чиновников работать с этой системой. Разработать технологию, разработать услугу, типа заполните форму, отправьте ее и получите результат. Как программисты, для нас здесь ничего сложного, правда? А ведь эту форму должен обработать живой человек. И когда вы узнаете, что в ГАИ, чтобы выдать справку о несудимости, идут и реально роются в бумажной картотеке, то вы понимаете тогда, почему это так медленно и неправильно работает. Действительно, вот это пример из реальной жизни. Бумажная картотека для выдачи справок о несудимости. Что тут говорить? Действительно, только медленными и регулярными усилиями мы можем вынудить этих людей пользоваться электронным сервисом, обслуживать электронный сервис. Нам нужны усилия со всех сторон. Приказ от министра, давление общества снизу, координация гражданских разных объединений и организаций. Только регулярное и системное усилие может менять систему. Никакие протесты, взрывы, революции не меняют систему. Только другая система может поменять систему. А можно вопрос, как пользователи? Мы, конечно, зайдем, заполним электронную заявку. А как быть с бабушкой, которая сидит где-то там, непонятно где, и у нее даже роскостная работа? На самом деле, эта бабушка имеет полное право сделать все в бумажном виде. Конечно же. И параллельно работать. Однозначно. Более того, вы знаете, что есть ЦНАПы, Центр надания административных послуг. И их следует считать, я так думаю, положительным явлением, потому что они подготовили почву для большей автоматизации. Фактически, у них уже какие-то процедуры подвергаются этому, автоматизируются. Они при этом дают вот это единое окно, куда можно прийти и что-то попытаться через него сделать. Но они не доведены до ума. Я воспринимаю это как виток спирали. Они были. Теперь мы совершаем следующий виток. Но я думаю, что он не последний. Вряд ли мы сможем очень быстро и разработать, и внедрить. Внедрение будет самым сложным. Потому что разработка, это технически, вы понимаете, не так это сложно сделать обслуживание формы. А вот об этом как раз мой слайд. Мы в Харькове однажды в мае услышали такую новость, что Харьков становится пилотной областью в системе электронного правительства. Британская компания, лидер, ну не лидера, а с большим опытом в разработке электронного правительства, работает с Харьковом, чтобы сделать и распространить потом это на всю Украину. Можно еще? И мы начали говорить, а что такое, какая компания британская? Такая компания, отвечают, хорошая компания, обещают провести тендер. Все харьковские компании, особенно небольшие, смогут в нем участвовать. И смогут на равных победить или проиграть, но тем не менее они будут участвовать в тендере на разработку. Прошло два месяца, тендера нет. Мы узнаем, принято решение, тендер это слишком долго. Времени нет. Нужно срочно делать. Нет времени на тендеры, ребята. И окей, говорим мы, но где результат? Устраивается презентация, на которой показывают два скриншота из какой-то SharePoint подобной хрени. И обещают, что на следующей встрече будет технический директор, который ответит на все вопросы. Но при этом он отвечает так, на любой вопрос. На любой вопрос про e-government, директор компании британской, которая говорит, что она имеет опыт мировой, отвечает одинаково. Представьте, что у вас есть документ, и вам нужно передать его из точки А в точку Б. У нас есть решение для передачи такого документа. Он вообще ничего не понимает в e-government. И расследование показывает, что компания зарегистрирована 8 месяцев назад. И домен тоже. Причем зарегистрирован на 1 год. Кстати, в сентябре заканчивается. Надо проверить, надо перерегать. Так это середина еще истории. Потому что продолжение заключается в том, что наша активность привела к ответным действиям людей в обл. администрации. И там нашлись действительно продвинутые люди, которые сказали, приходите, будем работать вместе. Да, у нас есть проблема, мы не успеваем, мы не справляемся. И на самом деле то, что британская компания что-то делает, не означает, что нет работы для вас. Мы пришли, и обнаружилось две вещи. Основные задачи – это сначала реформировать админин-услуги, а потом уже их автоматизировать. Нет смысла автоматизировать бред. Понимаете? Например, мы взяли в разработку две основных услуги сейчас. Ну, не основных, а две первых услуги. Одна из них называется получение лицензии на частный детский садик и дошкольное учреждение. Оказывается, там в процедуре есть три приезда санстанции, которую, ну, тоже не по графику, а как-то ты должен сам как-то ее привезти три раза. Два приезда каких-то экспертов. То есть, как вы это автоматизируете, скажите мне? Тут надо сначала вообще выбросить хотя бы лишние визиты или свести их в один. И у нас сформировались рабочие группы в результате. Если вам неравнодушно, не все равно с тем, что происходит в Харькове с Гаверментом, то вот конкретно группа, где уже 410 людей, и она координирует деятельность по реальной работе над реформированием административных услуг. Созданы группы, в которые ходят бизнес-аналитики, юристы, айтишники и другие специальности. И они идут в администрацию, устраивают запланированные встречи с теми людьми, которые это делают, разбираются, как это сделано, задают вопросы, составляют карту услуги, информационную, технологическую. Я сам в этом не так хорошо разбираюсь, честно вам скажу. Но они над этим работают, и мы действительно сейчас подошли к тому, чтобы реформировать две услуги. Но это реформирование. А я все-таки сегодня хотел больше поговорить о том, как разрабатывается электронная составляющая. Тем не менее, очень зову вас туда всех. Итак, немножко об архитектуре проекта iGov.org.ua. А да. Вот неужели вы думаете, что я вам буду все это рассказывать? Но основное, что надо знать, архитектура проекта построена вокруг системы управления, скажем так, системы обработки заявок. Есть такой бэкэнд, который используется, он написан на Java, и он используется всеми сервисами этой системы. Есть интерфейс для чиновника и интерфейс для юзера. Юзер заходит на сайт и говорит, я хочу такую услугу, оформляет ее, отправляет заявку. Чиновник заходит на сайт и получает из себя список этих услуг и обрабатывает их. И чтобы все это сделать, в системе наличествуют следующие сущности. Категории и субкатегории сервисов. И все описано в сервис дейта. То есть это относится к услуге. Есть подсистема работы с документами. Например, вы можете хранить какие-то документы свои и повторно их использовать, чтобы вам не нужно было их закачивать в интернет много раз. То есть реюзание своих документов, которые требуются иногда разным органам. Здесь, конечно, к документу привязано много сущностей, таких как операторы этих сервисов. Есть тип документа, тип контента документа. Не буду на этом подробно останавливаться. Есть географические сущности, которые называются сити, риджин, каунтри. Есть дерево мест, которое связано с типом места. И, кстати, вот это было областью рефакторинга, о котором я немножко попозже расскажу. Здесь задача рефакторинга заключалась в том, чтобы каунтри, сити и риджин перестать считать отдельными сущностями и свести их в одну, чтобы была просто сущность place. Но ребята, которые делали этот проект на ранних этапах, они немножко ошиблись. Сделали слишком ветвистую архитектуру. Такое бывает. В результате возникла необходимость рефакторить это. Теперь о структуре этого решения. Тоже видите, тут очень много всего, но тут есть ссылка. Если вы пойдете, то вы, конечно, сможете увидеть. Я вам прочитаю самое главное. Вот здесь заголовок. Размещается на центральной площадке страны. Здесь такой. Размещается на оборудовании региональных властей. Сейчас расположен в облаке Денова, украинское облачное хранилище, и Амазон, мировой облачный сервис. Некоторые из этих сервисов дают это нам бесплатно, потому что проект iGoWRG является опенсорсным, и существует поддержка опенсорса, вы знаете. Тут дальше начинается фронт-энд, бэк-энд, как это все устроено, как друг с другом коммуницируют, какие базы данных и где хранятся. Это вот MongoDB, Postgres и так далее и тому подобное. Здесь центральный сервис, здесь региональные порталы для отдельных областей. Они, конечно же, связаны друг с другом. Снова, не буду на этом останавливаться. Слишком много информации для того, чтобы в 10 вечера вам рассказывать все. И, собственно, вот о том, что вы можете узнать об этом сервисе и об этой разработке. Все есть в интернете, на гитхабе. Заходите и просто можете эту адресную строку ввести, eGovernment.ua, и вы увидите, например, статью «Наше хозяйство». И тут перечислено все. Конфигурации серверов, тестовые пароли. Например, вы там узнаете, как зайти на сайт PrivatBank и авторизоваться под фейковым юзером тестовым. Да, да, серьезно, мы для тестирования используем это постоянно. Без этого никак, что каждый раз вводить свой реальный телефон, пароль, ну, просто Unreal. Все, что касается репозиторий артефактов Maven, библиотеки, API. У этого сервиса есть API, который могут использовать другие. И все это в разделе «Наше хозяйство». И, конечно, туда надо зайти и читать самостоятельно. Это нереально рассказать все. Вот, например, некоторые пункты из 40, из API. Аутентификация, работа с мерчантами, с документами, с субъектами, доступ к документам, сообщения, с историей работы. В общем, много всего. И движемся дальше. Немножко о том рефакторинге, который мне пришлось делать. Вот первая задача, которую я взял в разработку в этом гитхабе, это сделать валидацию поля, которое промаркировано как телефон. Вот Владимир Белявцев, который ставит обычно задачи. С ним можно общаться в скайпе. И понимаете, в чем прекрасная сторона этого процесса? Полная открытость всего, что происходит. Вы можете увидеть, почему тот или иной код был написан так или иначе. Поставить вопрос или сказать, я могу это переписать. Ваши говернмент полные говно. Давайте я сделаю лучше. Не проблема. Приходите и переписывайте. Вам будут только рады, конечно же. И вот я сделал валидатор. И после этого я сделал рефакторинг всей системы валидации, потому что оказалось вот что. Чтобы предоставлять услуги, в этом портале главные роли это бизнес-аналитики. Не программисты, а бизнес-аналитики. Ну, конечно, программисты важны, никто не отрицает. Программисты все запрограммировали. Но теперь приходит бизнес-аналитик, и ему нужно описать в системе бизнес-процесса то, что происходит с этой услугой, но при этом реализовано на нашем сервисе. То есть, например, он говорит, в этой услуге есть форма, которую нужно заполнить. В ней есть такие-то поля. Поле телефон должно валидироваться по таким-то правилам. Поле номер ВИН автомобиля должно валидироваться по таким правилам. А количество этажей в здании не может быть больше, чем 200. И тут оказывается, что существует такое количество этих валидаторов, и нужно их реально держать в системе. И все это сделано на ангуляре, и если просто пытаться использовать стандартный ангуляровский подход, то запутаешься быстро. Потому что он действительно предлагает какие-то, знаете, ну, байндинг на байндинге. Как бы вы, конечно, можете с этим разобраться, но иметь какую-то простую структуру, где все валидаторы были бы описаны как набор правил, и бизнес-аналитик мог бы их сам добавлять, не зазывая каждый раз программиста, вот, в общем-то, была одна из таких задач. То есть бизнес-аналитик говорит, моя услуга требует валидации по таким-то правилам, например, номер автовин состоит минимум из ровно из 17 знаков, и там не может быть буквы I и буквы O, потому что они могут быть перепутаны с цифрой 1 или с цифрой 0. В общем, мне пришлось делать и такие вот валидаторы, и их добавлять в систему. А потом получается, что я человек, который появился в этом проекте довольно, как бы, уже поздно, все уже там было сделано в основном, мне доверили более сложную задачу – переделать вот эту сложную сущность, которая состояла из многих лишних файлов. То есть у вас был каталог для Country, каталог для Region, каталог для City, и внутри них было много скопипастченного кода. То есть фактически это был параллельный код, который нужно было синхронизировать друг с другом и копипасту поддерживать на нескольких уровнях каталогов. Представляете, внесли изменения в City, проследите, чтобы это появилось и в Country, и в Region, но с некоторыми модификациями. В общем, получилось в результате… Ну да, вот это задание так звучало – переделать механизм выбора области и города. В результате моего рефакторинга получилось вот что. 62 измененных файла, 97 коммитов, 2000 удаленных и 1000 добавленных строк. То есть я сократил количество строк. Занял это месяц. Конечно, это был такой вообще nightmare режим. То есть я прозрел просто. В моей жизни еще не было такого сложного, наверное, рефакторинга. И знаете, даже сейчас я его доделываю. Я уже закомитил код, и все равно после рефакторинга какие-то баги вылазят. Тем не менее, да, да, прямо сейчас я должен быть не здесь, а закончить один простой фикс. Не работает сервис для уровня страны. То есть что-то я не учел, когда делал этот рефакторинг. Дело в том, что тогда сервиса уровня страны еще в системе не было. Были сервисы уровня области и уровня города. А сейчас добавили сервис уровня страны, и, по-моему, это крутая новость. Это нам подсказывает о том, что проект реально может стать реальной реализацией ЕГовермента в Украине. Над этим работают. В общем, мне нужно додебажить это. Сейчас вернусь домой и буду это делать. Давайте поговорим, зачем же все-таки вот это делать. Я уже многое сказал. И первый пункт такой. Если вы хотите сделать хороший продукт, то сделайте его сами. Или проконтролируйте, как его делают. Хороший способ контроля — это принимать участие. Просто наблюдая даже за репозиторием, вы будете быть в курсе дела. А если вы попробуете что-нибудь протестировать как тестер, то у вас появятся соображения, и вы, может быть, зададите вопрос. А если вы еще как программист поучаствуете, то уже тогда точно разберетесь с тем, как это плохо сделано и как сделать лучше. Какова вероятность, что это будет работать? Ну, если это начнет работать, то от этого не откажут. Потому что, я думаю, вы понимаете, что правительству это не выгодно. Знаешь, правительству выгодно, но конкретным людям бывает невыгодно. То есть мы понимаем, что это средство борьбы с коррупцией, и они тоже начинают понимать. И гарантией того, что это будет внедрено, не является ничто на самом деле. Я бы сказал так, есть необходимые условия и достаточные. И разработка такого сервиса, такой системы сервисов является необходимым условием, но еще недостаточным. Для достаточности нам нужны юристы, которые будут поддерживать это на законодательном уровне. Например, до сих пор чиновник не обязан отвечать на электронное сообщение. Оно не является юридическим сообщением. Понимаете? То есть часто можно услышать, они не отвечают на имейлы даже, а они не обязаны, представляете? Пока нет закона такого, да? Он может так аргументировать, но дело в том, что, во-первых, не он принимает решения. Наша задача поставить ситуацию таким образом, чтобы с одной стороны иметь сервис работающий, а с другой стороны иметь закон, который заставляет пользоваться этим сервисом. Да? У меня такой вопрос. Вот вы говорили про хранение документов и так далее. То есть каждый раз, когда человек будет логинизом, у него будет некий личный кабинет, в котором будут храниться его документы. Еще что-нибудь. Все-таки нужна какая-то информация для того, чтобы отправлять формы, то есть тоже данные. Да, да. И поскольку это полностью открытая система, то появляются некоторые угрозы взлома. То есть как бороться с этим? Первая угроза весьма ощутима – это создание какого-нибудь левого юзера с льготами. И, например, оформить через это документы на получение огромного пуска земли. То есть, конечно, это будет проверяться и оформляться живыми людьми, но базируясь на самом сервисе, то есть поскольку этот личный кабинет есть, это, ну, то есть такое может пройти, грубо говоря. Или это может сдвинуть твою информацию, то есть эти документы, и выдать, ну, тоже, выдать себя за тебя и, соответственно, этим воспользоваться, как сейчас в Белогранском, например. Совершенно верно. Потеря персональных данных и их неправильное использование, незаконное – это реальные проблемы. Поэтому в системе обязательно разграничиваются уровни доступа. Не только учитывается, кто какую информацию имеет право записывать, но учитывается, какую информацию имеет право читать, и регистрируется каждый факт чтения информации. Вот вам пример. В Эстонии, где электронные сервисы работают уже хорошо и давно, недавно был осужден полицейский. Почему? Оказалось, что он зашел в систему, чтобы получить личные данные одного из юзеров и таким образом использовать их для дела, не связанного с его профессиональной деятельностью, а они нужны были его знакомой, которая хотела судиться с этим человеком и таким образом доказать некий факт путем извлечения этих данных. То есть он нарушил правила доступа к данным и за это был осужден. Естественно, лучшая система – это та, которая вообще не дает возможности получить нелегальный доступ к данным, когда человек не имеет права его получить. Но мы же понимаем, что довольно трудно создать идеальную систему. И, конечно, вопросы безопасности и сохранности персональных данных, они прорабатываться должны все время, на каждом этапе. Здесь над этим думают люди, которые делали банковские системы, например. Там же тоже есть эта опасность, понимаете? То есть обратите внимание, у нас в стране есть сервисы, например, и операторы мобильные. Они уже работают с данными настолько круто. У них микротранзакции, они просто миллиардными какими-то пачками гасают по системе. И нету никаких проблем, заметьте. Нету каких-то громких скандалов о том, что чьи-то данные украдены в этой системе. Хотя они все там есть. Да. Не вопрос, скорее, на дополнение, что вот эти системы, о которых вы говорите, они закрыты. За счет этого меньше вероятности получить информацию о двух организациях устройств. А это опенсорсный проект. И в опенсорсных проектах обычно они распространяются по МИД-лицензии. И там есть такая оговорка. Мы не несем ответственности за любой ущерб. Вам не кажется опасным делать подобную систему опенсорсной? Хороший вопрос. Я не готов на него прям быстро ответить. По поводу особенно лицензии. Я не знаю, какая лицензия у данного проекта. Не готов ответить. Я могу задать этот вопрос конкретно его, так сказать, авторам, которые начинали это делать. Нет, за счет того, что он опенсорсный, с ним могут узнать многие люди, в том числе злоумышленник. Злоумышленник может участвовать в разработке. Может. Вот в этом опасность. Может. При этом злоумышленник может участвовать и в коммерческой разработке, закрытой. Может. Понимаете? И когда он там будет участвовать, вы никогда об этом не узнаете. А здесь узнаете. Я, кстати, об этом и хочу сказать. У нас есть много закрытых систем, из которых данные утекли уже много раз. Вы же знаете, что все ваши данные можно купить уже. Ребята, я думаю, мы просто можем этот клевак опенсорса и закрытых систем. Он может очень сильно затянуться. Как примеры. Возьмите Linux и Windows. Открытый Windows и закрытый Windows. Дальше уже можем дальше много-много холиварить. Да. У банка, по-моему, есть, допустим, доступы через RSA-ключи, которые являются генераторами ключей. Они определенную стоимость имеют и их необходимо получать. То есть, они имеют прямой доступ, нашел и сразу возвращался в этот ключ. То есть, это как бы физическую форму. Это добавляет определенные гарантии безопасности. Но, опять же, есть определенные минусы в том, что не каждый имеет возможность сразу воспользоваться услугой. То есть, тут вопрос безопасности. То есть, нужно прорабатываться сначально, иначе все услуги превратятся полностью в твой замок. Сейчас на сайте президента будут петиции, которые уже есть сотни тысяч. И делить нормальные петиции, это понятно, чего очень тяжело. Да, я вас понял. Я хочу записать ваш вопрос. Сейчас, одну секунду. Можно ручкой слезть под рукой? Знаете, дело... Да. Дело в том, что вы задаете очень интересные вопросы, которые нужно обсуждать конкретно с, я бы сказал, разработчиками, которые стартовали проект и владеют, можно сказать, авторством. И я завтра буду их видеть. Я еду в Днепропетровск к команде. Ну, то есть, как бы, они приглашают познакомиться. Я буду задавать им эти вопросы. Ой, спасибо большое. Итак, вопрос безопасности персональных данных. Я на самом деле уверен, что они уже отвечали на этот вопрос. Но я сейчас не буду залезать в Google и искать ответ. Лучше завтра переспрошу. Да, я уже развел, отвечу касаемо, ну, поправлю, касаемо, не было громких дел, касаемо интернет-банкинга. Вот сейчас, например, с приватом есть такая вещь, что если ты получил какую-то сим-карту, то есть, ну, нашел телефон, просто украл у кого-нибудь, то ты спокойно можешь с помощью того же Кистара, Вайфа, МТСа восстановить симку, то есть, заблокировать, восстановить, просто пополнив счет. Если это раз, ну, это довольно-таки просто делается. И получить, соответственно, доступ к привату, к этому банковской карточке, снять деньги без карточки, восстановившись услугой. Ну, вопрос не к этому. Вы сказали, вот касаемо системы Швеции, то есть, ну, это закрытая система, но, тем не менее, были ли попытки связываться с разработчиками, ну, или, по крайней мере, узнавать у тех, кто хоть как-то относился к созданию таких систем в других странах, ну, получать какие-то советы, то есть, сотрудничать, опыт, обмену. Конечно. Вообще, знаете, мой весь интерес к этой теме начался с одного очень интересного события. В Харьков приезжала Яаника Мирило из Эстонии. И она здесь является чуть ли не главным адептом вообще электронного сервиса и электронного правительства, и сейчас она во Львове. И они там устраивают электронный рай вместе с мэром Львова. У нее есть полная поддержка. Не, я не преувеличиваю, Львов реально вырвался вперед, хотя технологически, может быть, и нет, но на уровне доступности, реализации этого для людей действительно это так. И вот Яаника Мирило, она из Эстонии, и она очень много рассказывает об эстонском опыте. Более того, бывший премьер-министр Эстонии Юлиан Паарц был здесь в Харькове вместе с Яаникой, и они встречались с нашей обладминистрацией передавать опыт. Но обладминистрация была увлечена британской компанией. Не, серьезно. Так вот, я узнал, что эти встречи были, я на них не был ни на одной, и начал просто в Фейсбуке и в интернете искать упоминания об этих встречах по горячим следам и документировать их. И начал просто как-то резюмировать, что происходит, писать об этом, сделал группу, вот ту Е-Говерменту Харькови, для того, чтобы люди, которые этим интересуются, могли обмениваться мнениями. С попытки разобраться в чужом опыте началась вот эта вот моя, как бы, эпопея в этом. Да, у кого-то есть вопросы? Давайте, да. Можно, да? Еще такой вопрос. За каждой вот этой, допустим, заявкой на субсидию или какой-то другой заявкой будет сидеть определенный чиновник. Как мы имеем печальный опыт, что чиновник может действовать, скажем, в определенных интересах. Ну, по принципу суда, там, имя, которое все прекрасно наблюдали. Вот, и есть органы, которые контролируют чиновник, а потом есть органы, контролирующие, контролирующие органы. Эта цепочка может длиться бесконечно. Это цепочка закрытых контролеров, заметьте, закрытых. То есть они могут контролировать друг друга, и можно контроль органов, контроль органов создавать и так далее. То есть это беспомерные контролирования, и опять-таки это неэффективная система, как бы, какие-то проблемы. Так вот, в том-то и дело, что у вас эффективность обеспечивается за счет действительной прозрачности процесса. Когда заявки, пришедшие на этого чиновника, находятся в общем доступе, и можно убедиться в том, что он действительно их обслуживает или не обслуживает, и задать вопрос, почему он ведет себя так или не так. Единственный контролер — это само общество. Больше никаких контролеров не бывает. На самом деле, вы видите, вот тот же пример, злополучный с Харьковом. Как сейчас можно убедиться в том, что компания, которая заявила, что она была лидером в разработке e-government, и пришедшая в Харьков предложить себя, ввела переговоры с конкретными чиновниками? Этой информации нет. Понимаете? То есть вы не можете теперь привлечь никого к ответственности, потому что нет информации. Вот вам польза закрытых систем, из которых невозможно не украсть данные, типа, на самом деле, возможно. Что? Вот, кстати, вы вспомнили о суде. Недавно оказалось, что у одного из больших судей Украины сгорел то ли сервер с документами, но на самом-то деле уже известно, что он занимался подлогом. То есть, смотрите, была электронная система, но к ней не было реального доступа для того, чтобы можно было проверить, что в ней происходит. Вот он и мутил, точно так же, как с бумажными документами, можно мутить и с электронными. Только открытость. Вы, даже если в этой системе кто-то что-то ворует, это тоже регистрируется. Вот в чем дело. Вы можете восстановить историю событий. В закрытой системе не восстановите никак. Да. Да, еще вопрос касаемо бредогенерации. Например, ну, то есть, будут люди, которые будут проверять документы, которые им прислывают. Соответственно, ну, за каждым документом стоит юзер. Но если он будет слать документы, в которых написан полный бред, забанить его нельзя. Его можно только отштрафовать. Ну, потому что если ты банишь документы, ну, человека, то ты лишаешь его всех прав соответствия. Кто будет заниматься, ну, проверкой вот этих документов на бред и как, ну, будут организовываться все эти штрафы и так далее. То есть, и как, ну, на счет этого, ну, коррупция. То есть, если, ну, отличие от бреда от обычных ошибок. Я вас понял. Моя соседка прославилась тем, что пишет постоянные жалобы в милицию на всех подряд. Да, да. И скажите, как ей помешало отсутствие электронной системы? Ваш вопрос не имеет технологического измерения. То есть, можно с помощью электронной системы сказать, давайте оценивать юзеров. Например, вы можете публично сказать, этот человек явно гонит бесов все время. Это не станет его, это не заблокирует его в системе. Ну, у него появится бейджик, бредогенератор. Так вот, пока вы не сделаете открытую систему, вы не сможете сделать такую фишку в ней. Потому что, пока какая-то компания будет делать это, даже победив в тендере, она не даст никому вмешаться в это. Понимаете? Они скажут, у нас заказчик, у нас проект, у нас ТЗ, идите к черту со своими идеями. Только открытость к чужим идеям, к чужим жалобам и к реально конкурентам, которые у вас есть, дает рост. Все остальное дает куларные договоренности и странные результаты. Можно я продолжу вообще? Ну, на самом деле, все время говорил об этом, получается, да? Но, действительно, открытость — это не есть достаточное условие, оно только необходимое условие. А достаточным условием является реальная практика. То есть нам нужны настоящие случаи, когда что-то должно быть сделано, оно не было сделано, и есть разбирательство. И процесс этот, знаете, не затухает внезапно. Типа суд прошел, но потом оказалось, что этот человек был на больничном или что-то вроде этого. Нам нужны, конечно, эффективные вещи. И когда у нас появится такая практика, мы сможем внедрять это эффективно. Но без необходимого условия достаточное тоже не будет работать. Пока мы не реализуем саму возможность работы такой системы, мы не сможем проверить, как она работает. На самом деле видно, что работает. И здесь третий пункт — это мотивация, нужно ли положить свою жизнь на алтарь служения бездушной государственной машине. Конечно, нет. Делайте только то, что вам нравится. Если вы чувствуете, что вы можете быть полезны обществу, и на пирамиде Маслоу уже удовлетворили какие-то потребности, теперь хочется сделать что-то для души или для других, то надо идти в какие-то проекты, где делают пользу. Вот я считаю, этот проект одним из таких. Так, что тут у нас? Кажется, интернет-коннекшен пропал. Ну, на самом деле, кажется, тут осталось пара слайдов. Интернет-коннекшен сейчас. Это вот я спросил у одного из разработчиков, что передать в Харькове ребятам. Он говорит, передай, пусть что-нибудь делает хотя бы, все будет полезно. Если ты сделаешь что-то плохое, это будет видно всем. Вы вообще осознавали, как сработал гитхаб на программистов в целом? Вы заметили, что всем стало понятно, что твой код прочитают? Когда ты пишешь дерьмо-то, его заметят. Вот и все. Гитхаб заставил людей думать перед тем, как коммитить в репозиторий. То есть вот вам как раз работа открытой системы. Гитхаб является прекрасным образцом, как вынесение чего-то в публичную плоскость сразу меняет правила игры. То есть вроде бы они не поменялись по большому счету, все так же по-старому нужно писать правильный код. Или хотя бы отвечать за то, что ты написал. Но если раньше человек думал, ну я напишу, оно как-то там забудется. Ну просто напишу сейчас, отправлю и может никто не заметит. Нет, теперь заметят. Какие-то придурки, которым нечего делать, и они заходят в гитхаб просто почитать чужой код, будут тебя позорить на весь мир. Так, это кажется почти все. Тут пара ссылок на iGo.org.ua, группа, которая в фейсбуке ему посвящена, и его гитхаб, мой фейсбук. Пожалуйста, добавляйтесь в друзья. И некоторое примечание, которое я сделал уже во время выступления других докладчиков. Вот, значит, первое. Компания JetBrains дала 10 копий WebStorm на разработку iGo.org.ua. Подарили таким образом на один год 10 лицензий. На следующей неделе я провожу предвыборный хакатон в Харькове. И это не связано напрямую с электронными сервисами, это связано с тем, что у нас до сих пор нет удобного способа узнать, кто на вашем участке является кандидатом, и как узнать про него больше, где вообще узнать. Понимаете? То есть по-прежнему вам нужно зайти на сайт ЦВК. Хотите, покажу вам сайт ЦВК? То есть там верстка, которую в 90-х годах уже перестали делать. Знаете, когда не было отступов. Когда у текста нет отступов. Вия работает хорошо, я думаю. Вот, ну про 10 лет в одной компании я уже сказал. Смотрите, предвыборный хакатон. Это когда мы сидим и пытаемся сделать удобную систему для того, чтобы юзеры могли найти, где их участок, и что в этом участке есть, и как узнать про кандидатов до того, как ты пришел на выборный участок. То есть не в этом длинном бюллетене. Кстати, в этом году эти бюллетени стали еще длиннее. Я так понял, там полный бред вообще. Да, пожалуйста. Да, конечно, это самый важный вопрос. Кстати, заметьте, я о нем немножко подумал, и я пытался понять, является ли этот iGov стартапом. А у каждого стартапа есть такая штука, как стратегия выхода из инвестиций. Да? Так вот, представьте себе, что у вас есть по-настоящему открытый рынок услуг, где компании могут браться за предоставление каких-то сервисов, и раньше это делали только чиновники. А теперь компании могут зайти на платформу типа iGov.ru и сказать, я буду обрабатывать заявки. Мы обработаем за деньги. Будут. Ну, конкретно у меня нет спонсора, я нищебродствую, вот просто помогаю этому проекту. Мне просто интересно, приятно. Я знаю, что это не навсегда, и когда-нибудь и мне это надоест. Но сейчас интересно. Ну, два вопроса. Первый, можно ли считать такой вопрос фрилансом, когда будут обрабатывать компании, которые скажут, ну, мы хотим взять это задание и делать, и кто будет следить за сроками и так далее, их работы? Фриланс – это вообще интересная идея, дай-ка я запишу. Представьте себе, вы можете получить лицензию на предоставление административной услуги. Причем вы получаете ее не за 100 тысяч гривен, как в монопольных условиях обычно все это выглядит, а за разумные деньги. Например, заплатили 10 тысяч, чтобы целый год предоставлять услугу, и это ваша проблема, как вы будете ее предоставлять. И у вас есть платформа, на которую может зайти любой фрилансер с лицензией, компания с лицензией, большая компания с лицензией, корпорация с лицензией. И теперь, вместо того, чтобы ждать, пока чиновник дождется команды от начальника, обработая услугу, вы имеете рынок, где компании борются за право предоставлять эти услуги, потому что юзеры выбирают. Вот эта компания работает хорошо и предоставляет их классно, а это нет. Кажется фантастикой, правда? А ведь именно это и должно быть нашей конечной целью. Государство не должно контролировать все, оно должно на самом деле не мешать. Оно должно создать условия для нормальной работы конкурирующих друг с другом предприятий. Так как это нормально везде сделано, да? Ну конечно. Но это сейчас звучит фантастика, я знаю. Вообще, кто основатель этого проекта? Я даже, честно говоря, не узнавал, но у меня есть одни, у меня есть определенные подозрения. Значит, вот опять же, то, что этот проект выложен в открытый исходный доступ, означает, что его может любой форкнуть. То есть вы можете прямо сейчас утащить себе все исходники и сказать, это я сделал. Я вас понял, да. Значит так, управляющая команда этого проекта, у него много менеджеров, как в городах, в областях, так и работающих непосредственно с министерством и администрацией президента, проводят встречи постоянно. Все время идет работа над тем, чтобы передать этот проект в государственно-частную собственность. Или я неправильно сформулировал сейчас. Еще один законодательный у нас такой пробел, это отсутствие закона о государственно-частном партнерстве, да? И сейчас это сдерживающий фактор. Когда он будет устранен, то, о чем я говорил, открытая платформа для захода тех, кто предоставляет услуги, это будет на шаг ближе. Да. Да, и еще, ну, если отходя от всей системы, более такой прагматичный вопрос. Есть такая штука, как право на интеллектуальную собственность. То есть, ну, то есть, на мой код, то есть, что я автор. Можно, то есть, разработчики, которые занимаются этим всем, могут взять кусок кода, который они написали, ставить себе в портфолио и вот так говорить, да, это мы сделали, мы классно, возьмите нас с этим на работу и так далее. Я считаю, что они просто обязаны это делать. Просто один из, кстати, мотивов участия в этом проекте, это добавить в свою резюме строчку, был участником электронной хунты, заслужил орден, например, электронный. Ну, там же есть бейджики на гитхабе, да? Или где-нибудь... Давайте сделаем систему бейджиков, кстати. Отличная идея, сейчас запишу. Это шутливая, конечно, пока вещь, но тем не менее. Ачивки. Да, задавайте вопрос, пожалуйста. А можно, да? Сейчас, вот сейчас тот парень... А что он сейчас отказал стоящего? Простите, я вас вспомню. Понимаете, пока это в бумажном виде, как бы, ну, очень тяжело положить систему, а когда это входит все в облаках и неизвестно где, нет, если это в облаках и неизвестно, как бы все остановится? Давайте сразу скажем, что есть данные, которые можно хранить публично, и данные, которые нельзя хранить публично. И сразу надо по-разному выстроить систему работы с ними. Те, которые хранить публично нельзя, конечно, нужно обеспечить систему собственных серверов, которые будут обеспечивать сохранность. Но все данные, которые хранить публично можно, надо обязательно хранить публично. Причем на чужих серверах. На множестве чужих серверов. Их нужно рассеивать вокруг. Это будет ваша гарантия, что они не пропадут. Что-что? Ну, пир-то-пир, например. То есть, как сохранить данные, ну, это старая проблема. Будет ли этот проект изобретать собственный ноу-хау для бэкапа данных? Возможно. Сейчас все в облаке на Амазоне, как бы гарантия Амазона. Да. Да. У меня два вопроса, замечания. Насчет открытости, я сейчас отвечаю по репозиторию на ГИТЕ. Угу. Ну, немножечко сталкивался по работе, фиксензироваться и так далее. У вас нигде не указана лицензия. А это означает, что действует копирайт. Угу. Угу. У формул нарушил закон эквелектуальной собственности. Хороший вопрос. Давайте-ка мы зададим его. У вас в репозитории хранятся конфиги с паролями от продакшнера. Спасибо большое. Покажите мне, пожалуйста, можете их сейчас показать, потому что эта информация уже стала публичной. Можете назвать URL, и мы зайдем и уничтожим их. Пожалуйста, egovernment.ua.i.src.main.resources. Вау. Storage.mgdb.prac.io. Идем вниз, находим продакшн. Порт-код, хост-окологи, надмин, паспорт длинный достаточно. Думаю, сегодня кто-то будет всю ночь заниматься хакерством. Нет, но тем не менее, это крутой вопрос. Я хочу это сам проверить. То есть явно маги кем не стоят. Нет, ну подождите. Во-первых, то, что вы предположили, что это настоящий пароль от продакшна, это еще не доказано. Я беру эту информацию к тому, чтобы самому проверить. И задать вопрос тем чувакам, которые тоже пишут этот исходный код. И, конечно, такая ошибка возможна. Я сейчас просто не берусь утверждать ни то, что это доказано, ни опровергать это. Я думаю, что это нужно всерьез проверить. Как минимум, тут куча еще айпичников, можно уже с бедосом. Вот смотрите, я вам показывал страницу «Наше хозяйство», там вы найдете еще больше айпичников. Дайте я вам покажу ее. Вот, значит, порталы. Смотрите, тестовый портал, альфа-ветка-тест, тестовая бета, боевой релиз, ветка мастер. Вот тестовые учетки, бэкдур, для быстрого входа. Видите, вот телефон, значение пароля и то, что вы получите по смсу. Уже все есть. Я к чему это все вообще начал? Вот для админки пароли. Все-таки, когда открытый проект, надо безопасность отделять. Ну, конечно. Я просто сам не специалист по безопасности, поэтому я в этих вопросах явно буду плавать, пытаясь на них ответить. И я не интересовался специально, что там происходит. Но то, что вы задаете так много вопросов про безопасность, означает, что я их обязательно задам завтра, поскольку это однозначно самые важные вопросы. Знаете, я обещал там одному человеку 10 минут назад. Прошу. Алло? Да. Вас прошу задать вопрос. Спасибо большое. Вот. Вопрос непосредственно может быть тоже касаться немного контента. Проводилось ли тестирование на доступность данной системы для программ чтения экран? То есть, где это он будет? Теперь еще люди, да, Ну, к примеру, элементарно, допустим, подпись, правильно работает тегов, да, вот, ну, кнопок. Уже бывает иногда нарывается на что-то, боттен 1, боттен 2 и прочее. Вот. Или же, допустим, даже капча, если она есть, если аудиокапча и прочее. Проводилось ли с тобой? Угу. Значит, отвечая на ваш вопрос, я не имею конкретных сведений, проводилось или нет, но по моему впечатлению еще не проводилось, потому что я сам вижу в коде много несовершенств и просто неюзабельных вещей. Там очень много чего нужно допилить, хотя бы до нормальной, обычной юзабилити. Аксессибилити, о которой вы говорите, это однозначно важная вещь, но я думаю, что она сейчас еще в нем не внедрена. Хотя Ангуляр поддерживает это. Да. Я записываю это. Спасибо. Значит, да, прошу. Ну вот смотрите, там были получение справки из МРЭО об автомобиле с пробегом, получение субсидий, получение справки о несудимости. Да, вот то, что есть, а как выбирать спрещать и получать? Есть форма на этом сайте, где можно проголосовать за сервис и сказать, он мне нужен. То есть по количеству отзывов от юзеров в том числе происходит определение того, что будет реализовываться в следующем. но ведь не только этот фактор является важным. Есть еще возможность реализации и есть еще фактор, допустим, ну не знаю, может быть у менеджмента есть свои приоритеты, договорились с какой-то конкретной обладминистрацией, что для них сделают это и решили как можно быстрее сделать это, потому что если сделаем это здесь, то остальные подхватят. Ну, может быть много комбинаций. Но мнение юзеров учитывается. Сейчас вот там. Да. Я хотел тебе вопрос задать. Вот, допустим, реализовали мы с точки зрения этой системы какую-то услугу. Но оказывается, что для того, чтобы делать эту услугу, нужно получить данные из налоговой, из МВД, и что у вас будет там. Вот. Как это происходит? Вы приходите туда, я сказал, в МВД хранятся они там в эксерийских файлах, налоговая, она на дискетках и так далее. Это вы можете сами автоматизировать, или вы говорите о нашей системе, удобно это делать теперь по-новому. Да. Вы знаете, ваш вопрос снова напомнил мне о том, насколько непочатый край этой работы. Ведь на самом деле вас вообще не должно беспокоить, как органы обмениваются информацией между собой. Вы вообще не должны никакой справки ни у кого брать. Просто они могут переслать в электронном виде информацию о том, судимы вы или несудимы. это в нормальной системе. У нас настолько все плохо, что, я же вам говорю, несудимость хранится в бумажном виде. Ну, в некоторых областях. Получается, что сейчас нам нужно будет увеличить армию чиновников, чтобы они могли обрабатывать электронные сервисы. поэтому задача реформирования этих услуг является более важной, чем задача автоматизации. И она решается. Например, свежая новость месячной давности. Из 11 тысяч административных услуг осталось 500. Неплохо, правда? Ну, представьте, сколько было ненужных. Если вы имеете то, что общественные административные чиновники, если мы эти запросы, сами системы можем послать, чтобы они задавали соответствующего оператору. Знаете, я готовлюсь к тому, что волонтеры понадобятся на этапе даже операторской работы. То есть тупо приходить в какую-то картотеку их и говорить, я помогу вам оцифровать эти данные. Даже вот так вот должно быть. Ну, вот тут надо войти в доверие к этим чиновникам и сделать так, чтобы было без ошибок. Я не знаю, вот представьте себе, как это сделать? У нас есть миллиардный бюджет, чтобы купить новых чиновников. В каком смысле купить? В каком смысле? Ну, смотрите, если он получает, например, как айтишник зарплату и вылетает из работы, если у него процент необработанных заявок превышает 30 на протяжении месяца, знаете, как он будет хорошо работать? зарплата будет, как у программиста и жесткое наказание за невыполнение обязанностей. Нет, не скажите, программисты это люди, которые умеют работать в этой стране, одни из лучших работников. Да, пожалуйста. У меня вопрос по борьбе с андусами в проекте. Вот сейчас мы занимаемся комиссией вымочить эти проекты. Один из этих людей скажет, ага, вот это сделано криво, я сделаю лучше. Сделает этот человек, соответственно, это свою вирусную. Будет еще человек 10-15, которые сделают то же самое. Кто будет выбирать, какой код нужно поместить на продакшн, поскольку кода очень много, то есть на каждый участок проекта оно будет разрастаться, разрастаться, ну вот эти ветки, кто занимается конечным выбором и ну окончательным кодом проекта. То есть что идет в продакшн, как это выбирать? Я вот упоминал, кстати, человека, Владимир Белявцев, он является одним из основных лидов на, ну он и есть основной дев-лид на этом проекте, но кроме него есть еще люди. да, это проблема существует, о которой вы говорите. И селекция в опенсорсе, она важна. Если проект начинают люди, которые не разбираются в чем-то, приходят те, кто лучше разбирается, делают лучше. Если проект вообще кому-то нужен, то он будет постепенно качественно меняться и расти. Если он не нужен, ну, может быть, случайные люди что-нибудь в нем перепишут, заломают его вообще как-то полностью и все рухнет. Ну, я не думаю, что так будет. Он явно нужен. Да. Два таких момента. Первое, у нас чиновники любят принимать какие-то законы, менять законы, менять законы, и в том числе и в порядке предоставления услуг, появляются новые услуги, пропадают старые и так далее. Насколько проект будет легко изменяем. Второй момент, некоторые услуги у нас являются не бесплатными. Соответственно, к этому проекту нужно подключать какие-то платежные сервисы. Соответственно, есть ли какие-то уже на работе по этому поводу, или вы будете разрабатывать свою систему платы, типа биткоин кто-то хочет, что-то ядрец он хочет заплатить, а кто-то вообще еще как-то. Почему на мая лишили такого права еще? Я понял. Я думаю, что этот сервис обязательно будет предоставлять платные услуги, и наверняка у его начинателей это было главной мыслью. Если бы я хотел сделать платформу, на которой я бы зарабатывал, то я бы сначала предложил ее всем, присадил бы на нее всех, а потом бы начал первым предоставлять на нее услуги. То есть, понимаете, при этом я не могу их выдавить оттуда, потому что этот проект все-таки общий. Но я могу зайти первым и получить лидерство хотя бы, потому что я это разрабатывал, и я знаю, как это работает, быстрее других могу реализовать. Интересный вопрос с платными услугами. Вы имеете ввиду автоматическую проверку кода? Да, если человек сделал и на имейл бы приходилось, допустим, к местодекторам бы проходило по коду, по коду, там потенциально появилось столько-то, и добавлено столько-то, как только вы делаете мердж пул-реквеста, Jenkins автоматически билдит и выкладывает на альфа-сервер тестовый вашу версию. В этом смысле да, но вы, наверное, имели ввиду какую-то конкретную систему, да? Вот назовите один, Трэвис. Трэвис? Ну, про Трэвис я слышал, да. Прошу. Я, честно говоря, не могу вам ответить, насколько это реально. я могу предположить, что задумка классная, но имплементация может отставать. То есть за справками вы не будете бегать, но, может быть, и не получите результат, черт его знает. Но дело вот в чем. Сколько я трачу времени? Приблизительно 2-3 часа в день. Ну да, но бывает, что я вообще не трачу на него время. А бывает, что я целые сутки сижу, потому что нашел классную штуку, которую хочется допилить. вот знаете, я бы сказал, что это как раз даже как-то разгружает меня от основной работы, поскольку моя основная работа до недавнего времени была отладка марионет приложений, о которых мы сегодня говорили, бэкбон и марионет. А здесь ангуляр. И мне интересно переключаться между бэкбоном и марионетом на ангуляр и назад. То есть, нет, мне это совершенно не мешает. Тем более, что, ну, как бы сказать, это создает дополнительную какую-то мотивацию, что я не просто делаю работу за деньгами, я делаю работу еще и для души. В офисе нам не всегда удается делать работу для души, правда? Вот сейчас мой основной офисный проект, он такой сугубо прагматичный. Чисто делаем крутую штуку для крутых заказчиков, но хочется делать крутую штуку для самого себя. вопросы? Да. О политическом проекта проекта, о том, как он поедет комплекс у меня вопросы больше технические. Мне интересно, на чем вы вообще планируете обработать такими большими данными, что это не самим декдатором, которые планируют тренизацию в масштабах страны, и чуть-чуть раскрыть об экране. На чем реализована сейчас открыл, видите, страницу, которая рассказывает об этом. Stack технологии. Это фронтендерский. Вы где с фреймверками работаете? С фреймверками, конечно. Сейчас ладно. Значит, секунду. Сейчас вам все расскажу. Java Spring Activity. Вы слышали про систему Activity? Вот она. Это на самом деле одно из существенных мест в этом проекте. То, что он фактически построен вокруг Activity, и если вы бэкэнд разработчики разбираетесь в Java, то вы уже простите, интернет не позволил мне открыть. Но тем не менее, смотрите, снова, страница наше хозяйство. Расписано вообще все. Как вы видели, даже пароли на продакшн есть. структура проекта серверная. Тут все расписано по каталогам с авторизацией с компонентами. Что я могу тут сказать вам еще. Нет, не знаю, про это не могу сказать. Значит, смотрите, серверная часть состоит в основном из пяти директорий API, House, Components, Config и Views. API это содержит endpoint и обращение, к которым производит клиентская часть. то есть это сервисный слой. Часть House это та, которая отвечает за авторизацию, вынесена отдельно от API, по примеру, ну там есть ссылочка. Components, как клиентская часть, то, что можно переизвать. Конфиг настройки, который состоит из настройки сервера, настроечные файлы и так далее. Добавление новых Йомана есть такой фреймверк ангуляровский. В общем, я не могу сейчас вам про бэкэнд рассказывать детально, потому что на самом деле я не программирую бэкэнд. Я занимаюсь в нем только фронтэндом в этом проекте. Но не буду делать вид, что я там разбираюсь. Хорошо. Спасибо. Желаем удачи вам в этом проекте. Спасибо. Ребят, спасибо вам большое, что досидели до окончания нашего ивента. Сейчас я еще просто попрошу выделить вопрос, который тебе понравился, возможно, ты его даже записал. Потому что у нас остался еще один сертификат на Adjetbrains на IDE-шечку. Давай. Кто у нас тут? Ну, конечно, лучший вопрос был связан с доступностью продакшн-пароля. Так, а этот человек еще здесь, в зале? Давай ему позови, потому что нужно найти своего героя, награда. Ребята, конечно, очень трудно выбрать вопрос, потому что мне многие понравились, но он сделал аналитическую работу, понимаете? Он не просто задал вопрос, он указал на конкретную проблему. И вы сегодня, когда придете домой вечером, не заходите на вики этого гитхаба и не читайте исходные коды. Не форкайте этот репозиторий и не разбирайтесь, как там все сделано. Я боюсь, что сегодня вечером может произойти непоправимое. Ребята, я еще так чуть порезюмирую. Когда я выступал, у меня многие спрашивали, что там еще дальше. Дальше берете электронное правительство и колбасите. Почему нет? Это один из способов развиваться, идти дальше. Еще что? Зато на GS там стэк-технологии NVR вообще отлично. Знаете, что интересно, а ведь вы же можете использовать API этого проекта и попробовать, например, на PHP написать application. SDK-шечку. Простите, не могу сейчас открыть, но API выложен, я же его и в слайде показывал. И в слайде есть ссылка на документацию. Никто вам не мешает начать экспериментировать с этим, не вступая в команду разработчиков, а просто сказать, ваш API не работает. Или наоборот, он работает, и я на нем запилил сервис круче, чем ваш. На самом деле, да. Вы поражали, мне кажется, это уже ошибка. Он же дабал на месте, но она не была. Так, так. Не, ну, собственно говоря, это беспроигрышная вариант на PHP-конференции, говорит, что шоу, это был неправильный выбор. Еще один товарищ с паролями сказал, что ему не нужно. У него уже 10. Но он все равно мне нужен, позови его. Он не хочет возвращаться. Он уже пошел. продавать эти даты. Знаете, ребята, мне кажется, пора идти. Все, всем спасибо, ребят. Подожди, подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп. А лучший вопрос? Да, все-таки остался, сертификат остался. Если человек не хочет его получать, надо... Лучший вопрос был про доступность для людей слабовидящих. АПЛОДИСМЕНТЫ